Сохранить одно из главных сокровищ региона – Волгу. Представители общественной палаты Самарской области совместно с сотрудниками Средневоложского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и депутатами городской думы в рамках акции «Живая Волга» провели рейд, чтобы обнаружить браконьерские орудия лова, установленные в акватории рек Волга и Самара. Эта акция проходит с 2017 года. В парламентарии у нас и депутаты – это представители от народа. Именно это связка между властью и населением, которое здесь проживает. На берегах нашей замечательной реки Волги, Самары, Сока и других рек – это важно. Важно сохранение той популяции рыб. Сейчас идет нерестовый период, и поэтому браконьеры, сети, у нас с ними будет вестись однозначно борьба. «Акция как раз проводится во время нереста, который у нас на Саратовском водохранилище начинается с 20 апреля по 10 июня. И на Кубинском водохранилище начинается с 25 апреля по 5 июня». В этот период все виды сетей под запретом. Использовать их могут только рыбаки, оформившие специальные разрешения на лов рыбы. В незаконной ироколовке не допускается удить рыбу с лодки даже поплавочной удочкой или с помощью спиннинга. Разрешено только с берега и на два крючка. «Волга – это наше общее богатство. И я хочу подчеркнуть, что именно в нашем регионе мы реализовали ту системную работу, которая позволяет и освободить Волгу от сетей, и самое главное – провести вот те профилактические работы с людьми, которые зачастую не осознавая или осознанно выходят, и браконьерскими методами ее делают менее рыбоводной и менее плодородной». В случае поимки браконьера ему грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Если стоимость выловленной рыбы превышает сумму в 100 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность. Цель акции «Живая Волга» – освобождение бассейнов рек от браконьерских орудий лова и формирование ответственного отношения жителей региона к водным ресурсам. Виктория Шарая. События. Продолжение следует.